Проблемы, которые вынесены на этот семинар, это понятия общества и понятия тех структур, которые его образуют. Поводом является прочтение книг Симона Кордонского, где он дает эти понятия со своей стороны, ну и некоторые осмысления с нашей стороны. Значит, первое понятие – это понятие гражданского общества, которое он выводит в своей работе, этому посвященной. Он берет, в нашем качестве начала, он берет понятие Гегеля. Гегель определяет его как возникающее в поле семья и государство. Плохо пишет. А вот остальные не лучше? Государство. Ну, семья – это союз двух людей, значит, это частные интересы. Вот так вот. И государство – это власть, которая образует некое общественное поле, в котором действуют семьи, но оно же и подавляет частную инициативу, частный интерес. Вот. И возникает некое противодействие семьи, значит, в воздействии государства. Например, государство хочет принудить человека отдать свою собственность, да? Вот. И, значит… Это Силан Кабалский говорит о Гегеле? Ну, это он интерпретирует Гегеля, показывает. Ну, я просто привожу пример, да? Значит, выделяется член семьи, ну, глава семьи, да? Он берет, значит, что нанимает адвоката, вот. Там, например, адвокат, да? И он решает вопросы с государством. Вот так, да? Например, адвокатура – это, да, и таким образом возникает некий феномен, с помощью которого частное лицо может взаимодействовать с государством и защищать свои интересы. Ну, скажем так, это… Ну, скажем так, это… Да, и возникают институты, гражданское общество. Вот так вот. Ну, просто адвокатура – это один из них. Ну, так сказать, например, есть такой феномен, что, лоббирование, лоббисты, да? Вот, или, как они называются? А, что, правозащитники, да? Тоже, товарищ, нашим господин, так сказать, если нашему частному лицу, значит, частное лицо не может решить в правовом поле, то он обращается в правозащитнику, вот. И решает это немножко в другом поле, так сказать, с помощью, так сказать, других методов, ну, например, обращение в прессу, обращение… Тоже правовое? Тоже правовое? Тоже правовое? Правовое поле. Ну, нет, правовое я имею ввиду, так сказать, закон, в общем, через юстицию. Правозащитники работают немножко в другом. Через суд? Да, тут мы работаем через суд, да. Вот, ну, так сказать, если… Вот, или, например, институт, например, свободной прессы, да? Вот, там пресса, пресса. И тоже, значит, мы обращаемся в прессу, значит, создаем некое послание информационное и решаем свои проблемы с государством. Вот, и вот это, значит, вот этот способ защиты частных интересов перед государством Гегель называет, назвал гражданским обществом. Оно эффективно действует за рубежом, не знаем, в Западной Европе. Вот, и именно это у нас, у нас в России почему-то не представлено, хотя пытаются его создать. То есть, гражданское общество – это набор институтов, которые связывают государство с семьей? Не, не набор институтов, а набор институтов, которые позволяют частному человеку, ну, который в семье, то есть, Гегель не мистер. Ну, домохозяйство, по сравнению, семья – это имеется в домохозяйство. Да, значит, нет, почему, значит, можно напрямую взаимодействовать, напрямую взаимодействовать, но, так сказать, государство пытается подавлять, ну, как бы, по определению. Вот, это орудие подавления, значит, частной инициативе. И вот, значит, с помощью гражданского общества семья и ее представители сопротивляются этому и достигают неких, значит, своих целей. Вот. То есть, гражданское общество – это некая структура, которая отличается от конкретного человека? Да, конечно. Вот. И отличается от сообщества семей и, соответственно, от государства. Значит, потом Кордонский говорит, что, значит, так сказать, не совсем это, может быть, и приглядная сторона гражданского общества, потому что, интересно, шкурные, частные. Значит, сейчас эта тема мифологизирована, вот, до того, что государство, ну, фактически демонизируется, а гражданское общество – это луч света в темном царстве, это спаситель любой частной инициативы, значит, и, да, и все светлое от гражданского общества, значит. Проблема российского общества в России в том, что гражданского общества, так сказать, не получается. Почему? Потому что, значит, наши адвокаты вписаны в систему Минюста, зависит от нее, наши, значит, правозащитники подкуплены грантами, ну, наша пресса тоже ангажирована со всех сторон. То есть, каким-то образом российское государство, российское, сумело в себя вобрать вот это гражданское общество, и оно у нас не действует. То есть, вроде бы, институты есть, как бы, внешне, да, то есть они созданы. Имитируются, да. Да, значит, ну, не действует. Имитируются, да. То есть, вот… Так это естественно, потому что те же адвокаты и правозащитники, они же не напрямую обращаются в государство, они обращаются в некий институт государственный, который представляет государство. Соответственно, является частью этого института, они не могут быть отдельно… Естественно, они вписаны в эту систему, и, естественно, именно от этой системы зависит. Почему? Но… Адвокат же не обращается непосредственно, ну, грубо говоря, к президенту, не приходит, не говорит, не предъявляет ему претензии. Адвокат идет в суд, который является представителем государства, ну, каким-то неким институтом. То есть, есть два института, получается, гражданского общества и институт, который создало государство для взаимодействия с людьми. С государствами напрямую, то есть, не чиновник, а напрямую. Ну, Минюз, чиновники… Да, есть Минюз, есть, там, какие-то… Нет, это есть государство, это есть государство. Ну, это не совсем государство. Ну, предположим, что есть, мы не различаем, мы вот различаем… Соответственно, для того, чтобы это было ликвидизировано, соответственно, надо сказать, гражданское общество, оно не самостоятельно, не является отдельной частью, оно интегрировано в институты, которые создало государство. Вот правильно, это у нас. А у них, так сказать, есть противостояние государства и частные инициативы через гражданское общество. Ну, есть вот такое. Пусть это будет как посылка. Адвокаты в любой стране являются… обязаны быть ликвидизированным государством? Нет. И состоять в государственной, так сказать, аккредитации в получении государства и состоять в институте, которое под контролем государства? Вопрос, может ли он решить… То есть, внешне – да. То есть, документы есть, написано адвокат, да, адвокатская контора, есть там, связь адвокатов, да. Но, так сказать, это как в том анекдоте, ты чей друг, мой или медведи, да. Вот, так сказать, у них, значит, адвокат – это друг, значит, частного человека, а у нас фактически он инкорпорирован в государственную структуру. Вот тонкость есть. Внешне – да. Вот по документам, ну, это то, что пишет Кордонский, значит. Хорошо. Вот. То есть, если этому поверить, да, то, да, гражданского общества нет. Ну, фактически нету, да. Это вот причина инкорпорированности вот этого всего, значит, государства, да. И, значит, это является причиной того, что говорят, что в Российской Федерации, ну, вот в нашем обществе гражданского общества нет. Вот. Ну, это, очевидно, те люди, которые пытаются защитить свои интересы. Ну, например, никогда не нужен был адвокат, даже не представляет, зачем он нужен, как бы так. Спокойно без этого живут. Все еще впереди. Как и без правозащитника. Ну, с прессой немножко имели дело. Ладно, значит. Ну, Кордонский говорит, что не все так плохо. Гражданское общество есть. Но мы не в этом, да. Вот не здесь, да. У нас есть, значит. То есть, это есть, да, но оно нам где-то вот так вот. Пакторировано, вошло сюда, да. Вот. У нас есть немножко по-другому, значит. У нас есть, например, место, куда человек может прийти и решить свою проблему. То есть, главное решение проблем, да. Ну, к примеру, там. Баня. Опа. Пришли в баню, познакомились там. Ну, хорошо, значит. Потом, например, клуб. МПЦ. Клуб, там, да. Он даже говорит, например, приход. Цирковный приход. Я, например, являюсь членом прихода, я могу прийти и решить все проблемы. Там, как говорится, каждая тварь попарик. Там есть все, да. Прикольно. Проблема решается какая-то. То есть, в этом приходе, грубо говоря, есть человек адвокат. Да. Пришел, да. Такой же адвокат, как? Ну, и что, запишите автомат по АК-407? Нет, 20-й калибру. Угу? 20-й калибру. 20-й калибру. Не, 20-й калибру решает. Нет, 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 нет. Охотничий ствол еще. Это то, где мы можем. То, где мы можем прийти, да. А то, что приходить надо доставать и сразу все решится. Ну, это напрямую, понимаете. Вот здесь, да. АК-47, да. Вот, понимаете. Вот это и вот это созданы для того, чтобы вот это исключить, да. По большому счету. Решается, да. Не вопрос, да. Ну, чтобы вот это исключить, вот это и возникает, да. Ну, своеобразное общество, да. То есть, например, та же самая баня, да. Есть люди, которым, ну, надо вопросы решить там, так сказать, собственностью. Ну, крупные люди, да. Ну, у них есть свои бани, у них там свое обслуживание. И, например, мы туда не попадем. Ну, там и не надо, да. Ну, мы туда и не можем попасть, да. Вот клубы тоже там, хоть клубы филателлистов или, так сказать. Человек ходит просто туда. У меня, например, одна знакомая, например, решала все вопросы через собачника. Ходит дама, значит, в своем микрорайоне с собачкой. Вот, знает людей, значит, и любой вопрос, он подходит, вот, как это решить, как это значит. И решает, значит. На моих глазах она вытащила из рядовой советской армии своего сына. Причем его выгнали оттуда в два часа. То есть, был звонок просто из Москвы. Я говорю, как? Что ты говорила? Звонок генерала, поговорили с собачниками, все помогли. То есть, неформальная? Да, да. Здесь неформальная и противозаконная. Это разные понятия. Да, значит. Вы о чем говорите? О противозаконности или неформальности? Вот. Я говорю про то, как Кардонский подает систему гражданское общество. Правильно. Он говорит о неформальности, да? Вот. Вот. Оно есть. Но оно, собственно, означает... Телефонное право? В том числе, да. Гражданское общество. Вот оно. Наши. Сделали вот так. Да. Наша система так, да. Вот. Причины этого он не раскрывает. Там дальше следует... Очень интересные, значит, выводы. Ну, вовремя, как живет это общество. Понятное дело, что вот это общество живет через коррупцию, живет через взятки, живет через телефонное право. Вот. Мы это все дело осуждаем, да. Но нам пытаются вот объяснить, что, ну, это есть и надо с этим смириться или как-то с этим уживаться. Да. Ну, вот. Вот так вот. Но это есть. Вот. Мы, в принципе, согласились, что это есть. И, так сказать, мы действительно защищаем, можем защитить свои интересы. Вот. Свои интересы, значит, взаимодействуя с государством через такие структуры. Вот. Значит, никак это там у него не объясняется, то есть откуда это возникло, да. То есть дано там семья, дано какую-то государственность, дано человек, дано общество, да. Вот такая структура. Ну, вот. Запомнили? Переходим к другим понятиям. Семьно-котовским, которые… У меня вопрос. Да. А, не знаю, там, президент, жена, дети – это как вот эта вот семья. Куда относятся? К семье, которая семья, или к семье, которая к государству? Ну, семьи чиновников, вот, уничтожи семьи в таком бытовом. Там и хозяйство. Ну, одно и там… Так же тоже семьи. Нет, понятно, они этих проблем не имеют. Речь идёт о… Нет, но если понять юридическое лицо, если понять физическое лицо, они как физические лица, обычные семьи. То есть президент дома – он частное лицо? Нет, 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 нет. Он работал президентом. Вопросы он скорее решает его с помощью баней, клуба и приходов. Он никогда не может быть частным лицом, президент. Он вот здесь вот. Он вот здесь вот, да? И у него этих проблем не возникает. Гражданское общество… То есть, когда болеет, он спросит, какому лучше врачу пойти, что ему будет, как это будет? Гражданство… Гражданство общество не для президента. Не для президента. Вот кто на танке, кто в танке – тому хорошо. Речь идет о том, кто, так сказать, вне. Под танком. Да, значит. Ну, перед танком, да. Чтобы нас не раздавили. Вот. Вот так вот. Да, вам тоже человек. Можно вопрос? Я опоздал на несколько минут. А какова тема вашего доклада? Можно ее озвучить? Или повторить, по крайней мере? Тема такая, значит… теоретически основы русского общества. То есть, мы сейчас обозначаем некие феномены, которые обрисованы в творчестве Симона Кордонского. Потому что, ну… Например, можно бесконечно спорить, есть ли гражданское общество. Ну, человек развел, да? Вот. Эти понятия. Можно бесконечно спорить, есть ли там классы или, значит, сословия. Ну, когда мы будем давать их понятия. Поэтому возникла идея такая. Мы… Первоначально дать несколько понятий из социологии Симона Кордонского. Ну, потому что они близки по названию, по содержанию. Вот. А потом я изложу свое видение. Вот. Вот. Как… Как устроено наше общество и каким образом вот эти проблемы решаются. Что содержание общественной жизни, так сказать, не только в том, чтобы брать взятки. Вот. И сословия не потому, что… Ну, ладно, к словам сейчас перейдем. Ну, вот. Вот. Вот так вот. А русского это в смысле по крови или по языку? Или как? Слушай, давайте послушаем докладку. Что по культуре. Да. 18 минут прошло. По культуре, да. Значит, какие-то уточнили, да? Чтобы все послушаем. Я извиняюсь. Надо бы головами приказить. Ну, так далее. Несложилось. 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 Я прошу извинить меня, уважаемые публики. Российский это принадлежащий россиянину или русскому человеку. Российский, да? Принадлежность. Русский это по существу. Вот. Есть такое понятие, довольно спорное, которое шумо спаривается. Это вопросы стратификации. То есть деление нашего российского общества на честь. То есть общество это некое поле, в котором люди как-то взаимодействуют. Название-то там общее, да? Чтобы каким-то образом взаимодействовать. Значит, приходит социолог и пытается вычлинить. Чтобы разделить наше общество на какие-то части. Локализовать их по каким-то признакам. Вот. И определить взаимодействие этих частей. Чтобы понять сущность общества. Потому что если мы будем смотреть на хаос взаимодействия между людьми. Да? Ну это будет хороший роман. Может быть. Но понимания общественных процессов не будет. Вот. То есть, поэтому люди и девчонки приходят к задачам обобщения. И две самые распространенные, два самых распространенных способа деления общества. Это на классы и на сословия. Сословия. Вот. Сословный строй определяется тем, что человек к нему относится или не относится к нему по служению своему, по делу. По службе, да? По службе. По службе, да? Ну а классовое деление в обществе проходит по имущественному признаку. Значит. По отношению к средствам производства. Ну отношение к средствам производства это по Марксу. Вот. Ну Кордунский говорит, что да, это хорошо, конечно. Это было, значит. Это выполняло свои определенные идеологические задачи. Но сейчас делится по потреблению. Ну то есть средний класс. Да. Там высший. Высший класс. Там средний. Средний. И там низший какой-нибудь. Низший класс, да? Это вообще принято, что чем больше ты потребляешь, да, тем ты выше класса. Вот. Значит, за рубежом это все понятно, да, так сказать, раньше были сословные общества, тогда когда был суверен, был государь, который даровал привилегии, распределял ресурсы. Вот за вот эту службу, за это дело. Потом, значит, сословная структура сменилась классовой структурой. Вот. Через что? Через рынок, да. То есть, когда средства стали, средства, которые платились, значит, платились за дело, да, стали выходить на рынок, вот, капиталы стали, значит, получили свободное движение, вот, и люди стали свободно употреблять. Вот. И, значит, вперед вышло, значит, классовое деление. Причем, Симон Корзунский объявляет, что в любом обществе есть и классовое деление, и сословное, до конца, даже в Европе, значит, в западном мире классовое деление не уничтожило, значит, сословное деление. Ну, вот, и они находятся в каком-то живом таком общении, значит, в общем взаимодействии. В России тоже сословие? Да, значит, вот. Очень ярко. Почему классов три, а они, условно говоря, не берем? Ну, так принято делить. Ну, это из-за разряды, как бы, там, как бы, есть тонны, есть килограммы, есть граммы, да, ну, это деление ни о чем. Ну, это не существенно. Нет, просто отсюда будет никаких выводов, нельзя будет сделать. Ну, погодите, я не хочу сейчас делать выводов никаких. Нет, просто изначальная классификация странная. Я понимаю, что она общепринятая, но это не делает, как бы, этой классификации. Я согласен, что она странная, и у меня есть большая... А по сословиям, на самом деле, опять же, она неверная, потому что по сословиям один и тот же человек может попасть во все сословия. Только первое, мы дописали по роду, надо первое сословное, по роду, по факту рождения сословия. Это следствие, то есть. Как следствие? Ну, это следствие того, что вот это дело передается по роду. Вот. Но главное все равно дело, да? Деньги платятся сувереном за дело, а не за то, что ты родился родом. А это что? Это не происхождение, а это же сувереном. Да. Человек же может попасть в несколько сословий сразу. И что тогда? Могут в себе нести все противоречия? Может и так, но, например, сидеть на двух стульях и получать деньги там и там, но как не получается. Человек все равно выбирает. Ну, очень часто, да, что бывают люди, которые, значит, не могут определиться, и это характеризуется для нашего состояния сегодняшнего. Вот когда сословная структура не утвердилась, значит, можно и там, и там, значит, охватывать, значит. Вот. И, значит, Кардонский утверждает, что классовое деление у нас вроде бы и присутствует, то есть есть уровни потребления, да? Вот. Но, значит, проблема в том, что люди не готовы осознавать себя как класс. Например, если вот высший класс или средний себя осознают как класс, да, то низший класс не готов, да, считать средний класс средним, да, или средний класс, например, не готов, значит, считать тех, кто больше его потребляет, значит, чем-то более высшим. И некоторые социологические исследования и, собственно, жизни это подтверждают. Вот так вот. Шмейстом примеры. Но есть проблемы и со словами. Это то, что касается наблюдения за нашим обществом. Есть литература, которая Семен Кордонский эти явления описывает. Они во многом противоречивы, но, в принципе, это есть. Если почитать, посмотреть внимательно, что действительно. Например, по части сословий, у него там есть сословия титульные. Например, те, которые получают деньги напрямую от государства. Те же самые силовики, Минюст. Те, которые получают деньги за службу. Есть те сословия нетитульные, которые получают деньги за обслуживание титульных сословий. Ну, скажем так, наука, образование. Есть там противоречия, значит, он к этим нетитульным сословиям относит пенсионеров. Они, так сказать, ничто не обслуживают. Но деньги получают. Признак такой, что по получению денег. И здесь, и здесь. Да, это вроде, значит, четко фиксируется. Да, это действительно разделяет людей. И по сословиям, и по классам. Так, сословия титульные это кто? Государственные служащие, силовики, да? То ли два сословия? Да, там целый список у него огромный. Вот, и силовики, и госслужащие, и структуры, там, чиновники высшего ранга. Ну, вот, причем они делятся на федеральные, это вот титульные и муниципальные. Ну, вот, то есть, вот так вот. Но если сейчас в Российской Федерации, тогда в вашей терминологии госслужащих, вообще вот, те, которые расписываются, это порядка от 2 до 4 миллионов. Вот цифра такая, размер цифры. Ой, там, по-моему, только спецслужбы 2 миллиона. Три. Три даже. Вот, да. То есть, а плюс госслужащих там еще... Не знаю, еще армия. Там очень много. 700 тысячам что-то. Да, значит, то есть, людей, которые сидят на вот этих потоках государственных, очень много. Суть понятна. Да, и, значит, смысл в чем? Что сословия по-кордонски возникают, когда появляется ресурс. Появляются люди, которые начинают осваивать Нет ресурса, а сословие начинает сдыхать Да, сословие вымирают Или начинают устраивать революцию В принципе, тоже похоже Например, дворянское сословие стало лишаться своей базы в Российской империи Экономической, но пошло в революцию В принципе, очень похоже Почему туда пошли промышленники, которые были на коне при развитии капитализма Это посыл не объясняет То есть деньги объясняет не все Прямо денег, нужно было еще и глаз Ну, тут все через деньги Через деньги, через то, что можно пощупать То есть, по большому счету, Симон Кордонский описывает существование Существование, как наше общество существует Да, там много неприглядного Да, там много, значит, того, что осуждается Нами же мы же это делаем, нами же это осуждается Но такая жизнь Значит, предпринята попытка разобраться в сущности Что стоит за этим существованием Почему это происходит То есть, какие основные движущие мотивы Действия людей в обществе и государстве Значит, ну, теперь, собственно, основная тема доклада Снасть содержания доклада Значит, как говорил Андрей Фурсов Что представления об обществе, которыми мы оперируем до сих пор Значит, есть только один тип представления Вот, и они, собственно, выражены в диалектическом материализме Вот, марксизме, как мы его знаем Вот Эти представления таковы Значит, ну, открываем книгу «Просхождение семи частной собственности» Фридриха Ангельса Где он излагал, опять же, не свой взгляд А где он излагал Те принципы, которыми оперировал Карл Маркс Которые были общепризнанными в научной среде его времени Вот, они очень интересные, значит Вот Человек Человек Вот здесь у нас человек, да Вот Значит Просто человек, да Он образует какое-нибудь там человеческое стадо На заре истории Вот Значит Необходимость в взаимодействии людей минимальная Они практически не говорят Они практически человек-обезьяны, да Первобытные стадо Вот Вот так вот Ну, есть некая внешняя необходимость Необходимость Опять же, материального свойства Вот В взаимодействии То есть, понятно, что один человек может сделать Один объема работы Вот Два человека Поддельности могут сделать в два раза больше Но когда они начинают взаимодействовать Ну, значит В три-четыре раза больше В три-четыре раза больше В три-четыре раза больше Эффект с энергией Значит, для этого, чтобы получился этот эффект Значит, им надо взаимодействовать Взаимодействовать Поэтому у нас появляется язык Язык, значит Появляется Значит Значит, семья Ну, язык, понятное дело Мы говорим Взаимодействие Семья Тоже чем хорошо Тем, что Значит Можно, значит Присваивать часть труда Труда Женщины Да То есть Ну, речь идет о закабалении женщины Вот Вот так вот Появляется частная собственность Какая-нибудь Или общинная собственность Собственность Появляется власть В общем Все те институты Которые создают у нас Общество Ну, по большому счету Государство Вот так вот То есть Речь идет о чем? Что Есть некая необходимость Которая порождает Вот эти все явления Вот Из необходимости Вот Да Эти явления Значит Нас ограничивают Нас закабаляют В конце концов У нас тут Возникло Государство Которое нас подавляет Государство Вот Ну и Так сказать Идея Маркса Была в том Что Нужно бы Значит Снять Вот эти ограничения Сбросить Акова Сохранив Значит Достижения Которые Человечество Накопило В период Своего развития То есть Модифицировать Семью То есть Изменить Государство Вот В сторону Там был Киптализм Чтобы стал Социализм Вот Убрать Ограничения Которые дает Частная собственность Для средства Производства То есть Она будет Общественным Про языки Значит Там речи Вроде не шло Но слава богу Вот Чем это кончилось Известно Потому что Как только мы Начинаем снимать Вот эти внешние ограничения Вот Ну Фактически Мы приходим Опять К не структурированному Какому-то Значит Состоянию Вот Причем Очень интересно Исторически Так получилось Что вот эта марксистская модель Была адресована К Европейскому Обществу В общем К людям Европейской культуры И Они Это не выбрали Значит Идею социализма Получилось В развитии В крестьянских Странах Вот С неразвитой Классовой структурой С Так сказать Ну Как писал Маркс С архаичными Представлениями Вот А Франция Это была Архаичная Представка Нет Лагос Например Время Полпота Или Китай Или Кристианская Россия Например По сравнению С Францией Структура Общества Была Конечно Другой А Франция Выбрала Другой Путь Ну По большому Счету Не социализма А фашизм Европа Выбрала Странцузская реварица Правинство Красного Нет Я говорю Про Маркса То что было До того Это Как бы Выходит Сейчас За рамки Это отдельная тема Вот Была просто Предложена такая программа Да И Мы по истории Знаем Что Западный мир На нее не клюнул Не пошли За этим делом Бюргер Проголосовал За Гитлера За Муссолини За Салазаром За Франка Вот Вот так вот Это один подход То есть Днешняя необходимость Создает общество И создает Человек Все Запоминаем Значит С другой стороны Есть Такое понятие Как Семья Ячейка Общества Ячейка Общества Ячейка Общества Вот это Предыдущее Значит Предыдущее Понятие Перечеркивает Полностью Почему Значит Только Было Описано Энгельсом И подавалось Марксом По большому счету Ячейка Общества То есть Единицей Являлся Индивид То есть Человек Если мы Полагаем Что Что является Ячейка Общества Семья То в рамках Общества Мы не можем Говорить О возникновении Семьи То семья Дана Как бы Изначально Общество Сразу же И говорит Что Где-то там Значит Оно Произошло Каким-то Образом Это Как бы Что Даже Не должно Обсуждаться Понятие Семья Что Сошлись Это Мужчина И женщина Как-то На какое-то Время Мужчина Исчез Женщина Разревает О себе Я говорю Я говорю Про ячейка Общества Проединил Собщества Они как раз Энгельсом Пытаются Объяснить Как возникло Семья Для того Чтобы Сейчас Передавать Из поколений На семья Чем больше Частная собственность Возникает Как-то требования Сохранения Рамка Такого рода Тем больше Как-то укрепляется Вот эта Патриаркальная Семья Мужчина Мужчина И женщина Как видеть Это Понятно А так Теоретически Предполагается Что Были Не было Семьи Значит Чтобы Матриаркан Как бы Да Не было Семьи Но Например Если Значит Опыт Опять же Когда мы Создаем Семью Мы Не думаем Про Передачу Как Как Я не знаю Какой До Собственности Некоторые Думают Пожалуйста Причина Это Не в этом Все равно Если Мы Обязательно Найти Спутника Жизни По Другому Не найти Ненадежно Дороге Можно Было На Дороге Найти Лаборатории Теоретически Пошел Лабораторию Тебя Вырасти Двойника Ты Взял Ему Все Перезал То Семья На самом Деле С другой Стороны Необходимость Связана С тем Сознанием Что Мы Смертные И Что Вообще Говоря Как Хочется Продолжиться В чем То Может Иллюзорно Продолжиться Но Продолжиться Если Мы Начнем Думать Про Продолжение Рода Мы Никогда Просто Как будто Семья Сразу Возник Сразу Понятная Я Еще Не Сказал Понятие Семьи Вы Оспариваете Я Просто Там Говорю Что В себе Как-то Возникло Она Была Всегда Была Вы Пытаетесь Забежать Вперед Ну Давайте Дальше Что Не Выслушав Экономическое Понятие Семьи Понятно Вы Злагаете Правильно Есть Другое Понятие Семьи Что Это Союз Двух Личности Просто Союз Двух Двух Мальчик Сказал Двух Личностей Двух Личностей Двух Личностей Если Будет У нас Два Мальчика Это Будет У нас Что У нас Будет Дружба 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 Отдельно Отдельно А Понятие Одно Понятие Там Две Личности Здесь Две Личности Все Чем Разница Тогда Разница Чтобы Дружба Это Двух Людей Да Они Они Не Семьи Семьи Суни Семьи Совместные Двини Хозяйства Люди Ведут Совместные Хозяйства Один из признаков Которые Даже Не вступая Никакие Другие Отношения Просто Ведут Совместные Хозяйства Объединились В общину И вдвоем Я предлагаю Продолжить Можно Хорошо Я предлагаю Продолжить Есть Семьи Солью С двух Личностей Значит Связь между Личностями Называется Обычно Как Любовь То Что Порождает Семью Любовь Я Предлагаю Это Принять Как Долгостник В это Поверить Это Описано В литературе В романах В сказках И Некоторые Люди Реализуют Своей Жизни Я Таких Знаю И Имею В этом Некоторый Опыт И попытаемся Показать Попытаемся Из этой посылки Посмотреть Что же Получится Каким образом Образуется Общество И В том числе Государство Какие феномены Могут Могут Возникать Именно Из Этого Не Из Не Из Не Обходимости Передать Какие Нибудь Значит Данные Там Знания Значит Деньги Какие-то Да Значит А именно Просто Из Любви Вот Шел Молодой Человек Встретил Девушку Не Полюбили Значит Жили Долго И Счастливо Вот Значит Любовь То Что Связывает Людей То Есть Личные Отношения Она Может Быть Посильнее Может Быть Не Очень Сильнее По большому Чит Значит В Русском Обществе Как Я Понимаю Значит Эта Связь Очень Сильная То Очень Сильная Зависимость Мужчина От Женщины Женщины От Мужчины Вот Это Значит В Чем Это Проявляется Это Проявляется В Том Что Семья Суверенна Семья Суверенна И Женщина По большому Счету В Русской Семье Приравнена К Мужчине В Отношениях Например Проявляется В том Что Женщина В Русской Семьи Сидит За Столом То Когда Собираются Мужчины Русская Женщина Обязательно Участвует В Застолье Вот Например Обитие Можно Женщинам Сказать Это Отдельный Вопрос Давайте Мы Про Любовь Но Это Надо Потому Что Если Любит Значит Бьет Это Русская Поговорка Типичная Например В таком Обществе Мусульманском Словно Женщину Не пускай За слов Да Зато Убить ее Нельзя Сейчас Перейдем К Мусульманскому Обществу Придем Значит Ради Такое Понятие Ну Мы Сходим Из Того Что Если Любовь Сильна Любовь Сильна Да То Мы Садим За стол Мы Ее Все Так Почитаем Да Мы Заставляем Пол Заставляем И она Сама Это Делает Она Сама Делает В силу Традиции Всего Всего Любви Исключительно Но при этом Мы конечно Должны Идти Добывать Кабана Принести Много Денег Там Или Идти На Войну То есть Выполнять Свои Мужские Функции То есть Все Такие Мужчина От Мужчина Женщина И Женщина Если Есть Сильное Притяжение Дух Сущности То Семья Суверенная По Большому Зачету Что Значит Суверенная Понять Не Совсем Суверенная Не Русское Слово Независимое Независимое Зацикленное На себе Все Все Словно Независимое Целостно Да Если Мы будем Рассматривать Общество Из таких Семей Из таких Семей Вот Где Есть Большая Тяга Друг Друг Очень Большая Тяга Да Прям То Выясняется Что Суверенная Имеете Ввиду Что Они Полноценная Полноценная Ячейка Никто Сюда Не Может Войти Никто Сюда Не Может Войти Детишки Само Собой Семья Все Таки Союз Еще Котик Собачка Кто Хозяй Что Детишки Кто Хозяй Сначала Котик Это Семья Когда Детишек Не Хватает Начинает Приносить Это Шум На Котиков Значит Вот Вот Так Вот Если Мы Имеем Такие Семья И Они Ведняются В общине То Связь Между Семьями Довольно Слабенькая Довольно Слабенькая В общине В общине Да То есть Например Общинные интересы Общинные интересы Не могут стать Над Интересами Семьи Вот Зачем Надо И в общину Собираться Ну как Зачем Ну нужно Как бы Все-таки Есть Некое Все равно Личное Притяжение Людей Есть У нас Все равно Есть У нас Личные Налево Хочешь Дружба Дружба Товарищи Сво Мужик И Другой Жать Дружба Я к тому Что Это самое Собравшись В общество Где Вы оставляете Суверенными Да Шум Да В семье Мы Суверенны Вот Все равно Значит И даже Например Если у нас Семья Отца Например Породили Детишки Дети Создали Свои Семьи То Отец Ну то есть Дед Да При создании Семьи Сыном Есть такое Понятие Выделить Семью То есть Ну Русское Общество По крайней мере До 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 Семнадцатого Года Влияние Отца Даже На Семью Это Самое Сильное Сильное Но оно Было Опять же Нравственное И значит У нас Есть В принципе Институт Старейшин Ну Вот он Был Почитание В России Не старейшин Ну Старцы 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 Это опять же Религиозное Ну ладно Старый человек Пусть будет Старый Почитание Старости Общество Старно Не вписываются Одиночки Во-первых Они всегда есть Монахи Монахи Колхоз Там Общее Собрание Все Решает Что Русская Община Поземельная Как она Была И в принципе Мы тут Тоже Собрались Мы не Избрали Главу У нас Не тут Власти Никакой По большому Счет У нас Есть Старого Человек Уважаемый Но Он С нами Наравне Опять же Вы С нами Наравне Правильно Не Не Было Прочитание Какого-то Конкретного Отдельного Там В семье Да То есть Семье Там Дедушка Он Имел Значение А Боб В общине Чтобы был Какой-то Отдельно Выбранный Такого Не было Я об этом Говорю Так сказать Почитание Старчества Было Принесено В дарственную Сферу То есть Человек Если он Уважаемый Очень Он Почитается Но Как Института Старчества Такого Не было Рассмотрим Что у нас Есть В другом Мире Когда Например Вот эти Съезни Семейные Могут быть Немножко Ослаблены Личная Съязь Ослаблены Женщина Не имеет Такого Значения Ее За стол Не садят На нее Там Могут Кто-нибудь Идить Вы имеете Ввиду Мусульман Ну Примерно В мусульманском Общество Например Мусульманское Общество Делится Есть Например Узбеки Есть Кавказцы И там Совершенно Различные Отношения Между Женщинами Например На Кавказе Я понимаю Паранжу не Одевают В Дагестане В Дагестане Уважение К женщине Побольше В нашем Понимании Я не знаю Как они Сами решают Ну просто Фиксируем Что другое Притяжение Меньше Притяжение Меньше Если у нас Возникает Меньше Притяжение Меньше Любви Меньше Личных Отношений Меньше Вы хотите Сказать Что На Кавказе Женщины Меньше Любят Тебя Чем Россия Подожди Вот Любовь Это личные отношения 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 Между личностями Да Вот здесь У нас два Атома Да В общем Они Испытывают Некое Притяжение Вы говорите Что в русском Обществе Сильная Любовь Можем А почему На Кавказе Сильной Любви Быть не может Не может Может быть А где Вы видели Что было Оставление Что И по-другому Подождите Пусть не Кавказ Пусть не Кавказ Предположим Что Притяжение Здесь Меньше То есть Просто берем Абстрактное Ну да Давайте Если Берем ситуацию Когда Две личности Между собой Связаны С слаб Нет Просто Там не надо Не связаны слаб А женщина Подавлена С слегка Ну как бы Она Зачем Подогнать Женщина Она Она Считает На более низкой ступени Как бы А не каждый Из них Более самостоятельный Причем Как бы Это можно Например Древние Греции Думать Женщина Что Что Возникает В этом Случае Что возникает В этом Случае Если Здесь Личность Мужчины И женщины Реализуется Ну скажем так Мужчина Давайте Я мужчина Да Будем Разбирать Этот случай Вот Личность Мужчины Завязана На личной Женщины И по идее Так сказать Больше Ничего Не нужно Мы Получаем Все В семье Пример Да Если Связь Здесь Меньше То Возникает Некий Феномен Общественной Жизни Мужчины Отдельно От семьи Вот Некий Феномен И На том же Павказе Тоже Средней Азии Это четко Фиксируется Есть Некая Мужская Иерархия Вот Которая Значит В Которую Мужчины Входят Да И Которая Опять же Может Воздействовать На Эти Семьи Старики Институт Старчества Они Четко Могут Воздействовать То есть Семья Здесь Имеет Меньшую Степень Суверенности По сравнению С российским Обществом Именно В этом Смысле В том Что Кто-то Может Вмешиваться В Дела Семьи Причем Внутри Семья Внутри Семья В этом Мужском Обществе Мужчины Выстраиваются По Чем? По Возрасту Они Классифицируются То есть Возникает Классовое Сознание Четко Есть Значит Мужчине Например 20 лет 30 лет 50 лет Всегда 50-летний Муж Приказ 30-летним 30-летним 20-летним Дедовщина Правильно Но Значит Дедовщина Не обязательно Плохо Просто С Канутерин И Сашистой Имеет Значение Смотрите Вот И Это Ситуация Классового Сознания Когда Мы Сталкиваемся С дедовщиной В армии Мы Сходим Из этого Общества Попадаем Где Все Мужчины Равны По Большому Счету И Первенство Идет Либо В профессиональном Смысле Либо Либо Бравственном Вот Мы К этому Привыкли Русская Община Русская Община Управляется Общим Собранием Где Все Равны Если Решат Какой-то Спорный Вопрос То Он Должен Решен До той Поры Покуда Все Интересы Всех Семей Не будут Каким-то Образом Я Я Рассматриваю Момент Государства Рассматриваю Как Мы В обществе Живем Например Здесь Мы Тоже Соберемся Если Сейчас Постановим Например Пить чай Все Пойдем Пить чай Никто Нас Не может Заставить Правильно Русская Правильно Сказать У меня Тоже Вписано В общество Потом Мы еще Не дошли Я говорю Просто Модель Я Разберу Модель Хочу Показать Разницу Вот Этого Вот Этой Общины И Вот Этой Здесь У нас Есть Классовое Создание Почему Есть Классы Возраст И Класс Какая связь Между Классовым Классовое Отделение Другой Термин Преволюционное И Иерархическое Думаю Классовое Классовое Это weirdest Изначально Одно Отношение К собственности А здесь Не классы А Классы Ирархи Сословие Иерархи Какая Иерархия Слово Это Иерархическое Общество Смотрите Классовое Деление Классовое Деление Из Существует Класс pros Зано Класс это самый класс в современном языке, 10-летний, 30-летний, 20-летний, класс стульев. Ну да, а здесь вроде этих классов нет. Неудачно тем неудачно. Почему классы? Почему классы? Потому что классификация идет по одному признаку. Здесь у нас один признак. Ну везде есть классификация по одному признаку. И все будут называть классами. Так и называются классами. Ну будем понимать, в данном контексте классы. Если мы говорим об антологии технологической, да, там все классы. Все правильно? Да, но здесь-то мы говорим, в социологии и в политологии термин класс забит уже. Почему забит? Потому что забит. Когда я скажу классовое общество, все понимают, о чем идет речь. Нельзя спутать термин. Вот Тимон Кордонский не совсем понимает. Он разделяет классовое деление современное и, например, марксистское. И утверждает, что то, что утверждал Маркс, сейчас не имеет... Все правильно. Но имеется в виду именно те классы, не просто деление по каким-то понятиям, а просто классы конкретно по отношению к собственности или отношению к потреблению. Ну да. Ну тоже к собственному потреблению. А это не классы. Давайте остановимся. Ну ладно, давайте. Мы признали, что неудачно. Дело в чем. Классификация идет по одному признаку всегда. Один признак. Если у нас есть деление по одному признаку, это уже классификация. Это не по родам, не по видам, не по сословиям. Это сразу с классификацией мы можем называть. Только не все, что относится к классификации, делает классы. Вот о чем речь идет. Не спорю, но если это есть в сознании людей, классификация, классовое общество возникает и вообще деление общества возникает тогда, когда не только есть внешняя классификация, внешнее разделение, но оно отвечает самосознанию людей. В данном случае самоосознание есть. Например, если вы приходите в Советскую армию и приходили, вам сразу тоже объясняли, что вы должны приобрести новое классовое сознание. В армии люди делятся по сроку службы. Когда я был в армии, я очень четко в этот момент заметил, что когда я перехожу, принять это классовое сознание, что-то во мне сопротивлялось. Тогда я это не понимал, но когда стал сравнить, например, с теми же азиатами, с кавказцами, я просто увидел, что они это легко принимают. А потом увидел, потому что очень тесно жили, конечно, в одной военной части, просто увидел вот это деление и насколько оно важно для них самих. Для них самих, но важно для них было, ну, по крайней мере, в армии было деление не на… они принимали деление не по стажу армии службы, а по принадлежности к определенной нации. И неважно было там новобранец или дембель, грубо говоря, из Азиатской республики, они в армии существовали на одном уровне друг с другом. Ну, это в землячество. Это когда в землячестве. Но вот это деление по сроку службы там тоже было. А по сроку службы деление как раз было. Это у россиян. И у них то же самое. У них не было. У них просто это сглаживало землячество. У них это была землячество. Им неважно было, какого срока службы. У них же тоже там было. Но там было уважение к старшему… уважение, а не именно деление того, что ты молодой, должен подчиняться не потому, что ты молодой, не отслужил сроку, а просто потому, что ты моложе. Давайте автору дадим поговорить. Ну, я к тому, что не совсем корректные вот эти все сравнения. По-разному. У них что-то есть, но они абсолютно не переносят. Просто… Ну… Разница есть, да. Понятно, что есть разница, что это построение вашей модели, основанной на цельном суверенитете семьи в одном случае, и меньшему суверенитете семьи и влиянии извне остановить – это различие ей. Просто человек, попадая… ну, то, что я видел, человек, попадая из российского общества в армию, да, где навязывается классовое сознание… Ну, в армию, ладно. Понятно, что, естественно, у людей будет… Ну, понятно, что, естественно, у людей будет… Чем легче, проще, да? Да. Понятно. Значит, переходим дальше. Что происходит, да? Что происходит? Значит… По большому счету, вот это, вот это, да, это так называемый клан. Клановая или типовая организация, да? Ну, когда у нас набирается здесь… Ну, в этом клане достаточно много семей. Это большой клан. Значит… И, как бы, что происходит? Этот клан внутри, за счет вот этой иерархии возрастной, да? За счет того, что старейшины могут вмешиваться в дела семьи, по большому счету, клан обретает властную иерархию. То есть, это власть… Что существует? Власть, 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 да? Вот… Это власть, значит… И вот эта власть, да? Эта власть, значит, создает суверенность клана. Создает суверенность клана. То есть, связи внутри семьи ослаблены, создаются властные иерархии, опять же, за счет классового сознания. Вот… Ну, скажем так, эта иерархия создается, да? И в ней осуществляется власть. То есть, подчинение, так сказать, нижних, верхних… То есть, создается просто некая большая единица. Да, значит… И за счет того, что есть власть, да? Такая же ситуация, возможно, и в ситуации, когда… Вот то, что у вас слева написано. То есть, образуется… Ну, грубо говоря, да, там… Общество, там, из двадцати семей живет там на греной территории. И образуется такое же общество, и там, из двадцати семей, существующие там рядом через два километра. То есть, село. Ну, вот смотрите, что… То есть, два села. И так же, вот, как эти кланы… Ну, смотрите, смотрите… То есть, там есть власть, да? И вот именно вот эти властные рамки, властные структуры не дают кланам сливаться, да? У нас любые общины… Ну, скажем так… Пусть будет так… Общины построены по этому принципу, да? Вот… Существуют мирно друг с другом. Вот… Они могут сливаться в очень большие объединения, в огромные… Почему? Потому что вот эти связи очень слабые, на самом деле, вот эти… Семь… Как бы в семье… Но они существуют. За счет чего? Опять же, за счет личного общения. Вот эта любовь, с которой мы начинали, да? Она позволяет людям не только создавать крепкую семью, но и принимать других людей, ну, как своих братьев. Да? Существует равно правильное. Ну, тут там… Да, значит… Вот только непонятно, а где здесь князь? Князь? Полезчик. Князя нету. Как это нету? Подожди, подожди. Это возможно только тогда, когда над ним стоит князь, который вершит суд над всеми. Подожди, подожди. Если нет князя, то нет вот этой никакой общины. Подождите, подожди. Это идеализированный общество. А, это идеализированный общество. Нет, погоди, погоди. Клановое общество, сниклафируемо, потому что они не рабы. А вот это рабы, Князь здесь не нужен. Почему? Рабы. Логично. Рабы. Вот это… Община – она рабская. Рабы кого? Рабы кого? Князя. Альщика. Это было только тогда, когда нету князей, когда они не рабы. Как только они становятся свободными людьми, там возникают ирархи, и власти, и все. Мы уже знаем рассказ про Рамо и Джульетту, там же противоречие как раз, любовь и клановость. Конкретное противоречие, оно и разыгранное. Все правильно. А здесь такое не может быть, потому что здесь Рамо и Джульетту вы до старости бы дожили и все нормально. Да, потому что из одной деревни в другую идет легко обмен. Поэтому таких историй нет Рамо и Джульетту. Драматизация, нет? Просто драматизация, это просто уже писатель сумел. Здесь князь, когда мы внутри своей общины можем решить все вопросы, значит нам князь не нужен. Но, когда у нас какие-то есть внешние воздействия, например, со стороны, там, печенедий, там, да? То есть, я говорю, реализированный древний, недостоверная община. Российская община, которую мы знаем. Погодите, погодите. Ой, извините, вот сейчас вы что, третью схему рисуете? Да, 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 совершенно верно, правильно. Когда нужна власть, когда есть некое внешнее воздействие на вот эти наши общины. Когда община говорит, что придите к нам и владейте нами, то есть ищут власть, призывают. То есть у нас есть феномен призывания власти. То есть призывают, а не из себя выбирать. Почему? Потому что у нас нету влахной иерархии никакой здесь вообще. Мы все, так сказать, власть вообще не осуществляет, что вечи, да? Куда приходят главы семей, да? Вечи наши. И по идее все равны. Как это унизительно, на самом деле, что не могут из себя ничего выбрать? Почему? Вечевая культура, как это унизительно? А вечи выбирают. Вечи, может быть, и не унизительно, что надо призывать кого-то там. В частном случае Новгорода, а в других регионах не было вечи. Почему? Были, и в Рязани были, были. Как бы все было. Было, было. Так как было. Всеместные вечи. Вот такая община имеет вечи, да? Ну, управление, значит, огромным числом этих общин при внешней угрозе, да, затруднено. Почему? Потому что, ну, сплошная демократия. Вечи может решать вопросы внутри общины. Но собрать, ну, что людей, даже все эти вещи соберутся и начнут решать, как организовать сопротивление тем же самым печенегам, ну, понимаем, что... А что опиняний модель там? Собрать, какого, оплачения там, да? Потом, потом, потом. Мы сейчас говорим о модели, да, о модели. Если мы будем иметь модель, значит... Просто демократия не обязательно такого-то там призываешь, ну... Демократия, демократия, когда мы решаем вопросы у себя, значит. Появляется князь. Вот для этих... Вот для этих общин, да, нужен князь. Вот только для них. И власть. В данном случае общине просто выгоднее нанять внешнего защитника для собственной защиты. Да, совершенно верно. Это, так сказать, как образовалась государственная миссия, как она подается, как... Мы понимаем, да? По большому, что-то, да, так оно и есть. По большому, что-то и так, да? Нанимали какую-то банду, которая их защищала. Да. Причем, значит, с князем заключался там некий договор какой-то, да? Какие-то там взаимоотношения были, им платили деньги, дань обещались, да? Но князь, например, не мог вмешиваться в дела вечер, к примеру, да? Он был просто с этой запасательной структурой, которая просто тупо стояла там на границе и защищала... Сторож, вы, то есть, вы описали схему, наняли охранника. Наняли ночного седора. А охранники взяли врач. Не, 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 почему? Ну, а как? Он именно... Он именно... Он именно... Он именно имел власть, он, значит, должен содержать дружину там, вот, определенные... Мы за это выделили ресурс. Да, ему выделили ресурс, ему дали власть. Почему? Если бы можно было просто нанять, да? Ну, как в Италии нанимали, контактировать... Ему дали возможность защищать. Власть он имеет от своей структуры. Он над этой структурой власти не имеет. Ну, здесь он имеет абсолютную власть. Да, но над этой структурой власти не имеет. Ну, где здесь имели у нас власть? Почему-то им ели... Это уже потом. Да, мы и говорим... То есть вы считали, что... Вначале князь имел только военную власть. По большому счету военную. Его могли, например... А потом он стал иметь любую всякую власть. Узурпировали они власть и все. Потом они просто интегрировались. Нет, узурпировали, а разогнали вещи. Ладно, интегрировались, узурпировали, разберем. Хорошо. Или узурпировали, или... Интегрировали. Или интегрировали, значит. Ну, просто смотрим. Почему возможны объединения? Потому что связи слабые, аморфные. И почему требуется власть? Потому что объединение очень большое. Чем больше объединения, тем пойти должна быть сильнее власть. Просто сложнее прийти на вечер, прийти к какому-то решению. Ну, например... Чем-то сложнее, для голосования проявили. Ну, так опять же, для голосования нужно утвердить правила. Получается, что для всех одинаково, чем больше... Вот, чем больше партина была демократия. Там немножко по-другому было построено. Какая страна? Мы же рассматриваем общество конкретное, с конкретными взаимодействиями. Это абстрактное, почему конкретно? И в данном случае, в данном случае, просто вот эта вот связь, она при большом количестве, так сказать, единиц на вечер, просто невозможно будет говорить. Совершенно верно. Отсюда, так сказать, следствие, так сказать, тот, кто имеет воздействие силовое, тот и устанавливал, так сказать, те, кто были недовольны, просто тупо уничтожали. Нет, тупо невозможно было уничтожить, потому что князя просто выгоняли, если он шел на конфронтацию. Нет, его выдох уже не могли, потому что у него была сила. Почему? Могли. Посылали и посылали. Александра Невского посылали, и он уходил. До тех пор, пока. И он уходил, да? Вот когда его посылали как князя, там, да, одно дело, да? Вот когда вечи посылали, да? Да, когда вечи... А когда пыталась послать одна из частей вечи, там, структур, да? Вот, например, когда пришли печеники, потребовали, так сказать, провести переписи, дать дань, да? Там новгородцы разделились, да? Князь оперся на одну половину, ну и с помощью вот этой силы свой подавил вторую половину. Да, вот так вот началось, и тут самое, да. Нет, это было и до князя, и это было после Александра Невского. Я понимаю, я и говорю, что когда большое общество договориться невозможно. Да, это возникнет разногласия. Ответственно, на этих разногласиях возникает... Положай, да, ничего. Ты любитель демократии, да? Продолжай, значит, продолжай. Я очень люблю демократию. Получается, что как бы все надо взять, чтобы диктат отбалил. Мы рассматриваем вариант к развитию. Мы все любим демократию. Николай Бакевили очень любил демократию. Но в реальности времени... Не, пожалуйста, в аптеке не надо, дальше. Но в реальности времени показывает, что если у нас есть внешняя угроза, или есть, например, необходимость суда, то отдавать суд вечи, да, видимо, демократам невозможно. Почему? Потому что демократический суд – это либо убить, либо изгнать. Та же архинская демократия. Какое-то время так и происходило. Суд решали на вещи до какого-то момента. Да, значит, в нашем случае, в русском, суд отдали князю тоже. То есть полагаю, что он является внешним, независимым? Ну, да, да. И будет решать, так сказать, по правилам. Да, да. Значит, в общем, князь входит культурно, значит, он тоже, значит, в нашем русском обществе, наш русский человек. Даже если Люрика пригласили, нам все равно там внук Гостовысла был. А варяги всякие там? Так, варяги, те же самые... Варяги – это значит, бродит, как бы, варяги. Или просто там, значит, где-то там кланы. Про варягов пока не будем, значит, обсуждаем модель, значит. Может ли так объединиться кланы? Кланы так объединиться не могут. Почему? Потому что у них очень жесткая, значит, структура здесь. Вот, оболочка у них есть, свои властные структуры иерархические внутри. Они друг друга обоюют, значит. И объединение клановых структур возможно внешним насилием. Вот. Внешним насилием. Те же самые восточные деспотии, классический пример. Кто-то сильный появился, большой, он быстренько начал захватывать. Власть его ослабла, все развалилось. В России феномен немножко другой, да. Власть может ослабнуть, может быть сильной быть власть, но каким-то образом Россия собирается и развивается дальше. Да, значит. Вот таким образом возникает феномен русского общества, который собрана любовью, собрана личными отношениями. Вот. Ну, давайте рассмотрим, каким образом идет развитие властных отношений в таком обществе. Ну, или может идти. Пусть это будет рабочая гипотеза. Пусть это будет рабочая гипотеза. Пусть это будет рабочая гипотеза. Может, мы перерыв сделали? Давайте сделаем перерыв.